Я не хочу вам рассказывать, как надо их обманывать. Я хочу вам рассказать, как делать это по закону. Капот поднимается только по решению суда. Даже не надо двух понятых. Решение суда есть у инспектора обыскать? Все. Иначе никак. По-другому никак. Водії не обязаны выходить из своего автомобиля, даже для проверки номеров вузли и радио. В нашем законодательстве очень много таких вот дыр. Эти дыры заполняете либо вашу уверенность, ваши знания, либо это заполняет инспектор. Поэтому, если инспектор заполнил, значит, инспектор прав и закон на его стороне. Если вы заполнили вот эту вот дыру своими знаниями, своими уверенностями, не хамством, а именно уверенностью, тогда закон на вашей стороне. Это вы первым делом, когда приезжает Кобра, открываете капот. Скажите мне, почему вы это делаете? Не надо их бояться. Это просто люди привыкли. Ааа, Кобра. С них надо брать пример. Вот надо на них смотреть, как они сейчас работают, и заставлять инспекторов работать, как работает Кобра сейчас. Это же действительно неприятно, когда стоит над тобой инспектор и светит тебе фонариком в лицо и говорит быстро, то, иначе, сейчас, штрафплощадка, иначе, сейчас мы вызовем сюда, алкоголь будет, все, будет, сейчас, ну все. И ты уже сидишь, не знаешь, что делать, все перепурами. А вот я пытаюсь действовать так же самое с ними. Сейчас я вызову, сейчас я сделаю, сейчас мы вас оформим, сейчас мы вас уволим и протуем. Они сейчас все придумают, законы сами на ходу, понимаете? Я же, я хочу объяснить то, что в нашей стране можно потерять новую машину абсолютно с салона, и никто ничего не сделает. Если где-то операция, я не знаю, там, нелегал или еще кто-то, вы на украинских номерах, можно спросить. Но вы же знаете, инспектор, вы получите тот ответ, который вы хотите услышать. И в любом случае он добьется своего. Отказать от предоставления документов в данном случае будет незаконным. Когда они сводят документы, им сразу становится понятно, везете вы бак или нет. Это единственный способ определить, что у вас в багажнике, законным способом. Я, конечно, шучу, но на самом деле, вы понимаете, что они вам говорят просто на дурачка. Поверьте, у них давным-давно уже выработались, как бы, защитные вот такие реакции от всех наших вопросов. Сейчас, на сегодняшний день, самая большая незаконная причинная остановка, как незаконная. Законная-незаконная причина остановки – это проведение какой-либо операции. С ней бороться очень сложно, только в истинной форме в горении. Я с судей разговаривал неформальные остановки без кабер. А кто вам дал право определять законность, законность инспектора? Это слово. Кто вам дал право? То есть инспектор поставлен на дороге. Он наделен правом определять законность. Да, по закону. А кто дал гражданину определять законность? Вы это потом можете... Они правду говорят. Вы можете обжаловать. Да, действительно, это так. Но на самом деле законность определяет инспектор. Это так. Ну, это... От этого никуда не денешься. Это так. Он определяет. Вы не можете сказать ему, это незаконно. Ну, нет. Вы сказать то можете. Когда инспектор уже подходит до того стадии, что все, у него все регламенты закончились, он остановит двух понятий. Законно вас остановит. Незаконно. Покажите документы, чтобы вы не получили протокол за винову показать инспектору на законную винову. А дальше, если вы считаете, что она незаконна, скарги, скарги и скарги. Я не хочу вам рассказывать, как надо их обманывать. Я хочу вам рассказать, как делать это по закону. Вы видите, что он не прав. Вы фиксируете все это на камеру. Здорово. Возьмите, покажите ему, выполните его незаконные требования, прийти домой, зайдите в гугл, напишите типовое заявление о превышении служебных полномочий ГАИ, скачайте, заполните и отправьте. Ждите ответа и судитесь. Это есть правильный метод. В законе сказано, что по первому требованию в Украине инспектор обязан предъявить. Если этого не произошло, у вас уже есть факт нарушения инспектора снятый. У вас уже есть основания для того, чтобы подать на него жалобу. Во-первых, требования не выполнили, он уже нарушил. Все. В дороге может статись все. Я считаю, что аптечка, обязательно у вас всех должны быть, обязательно должны быть знаки аварийной остановки. Это все ваша безопасность и безопасность всех участников дорожного движения. В регистрационном документе есть у нас только ВИН-код, номер кузова. В большинстве машин, например, под стеклом он есть. Тот, кто хочет сверить номер, нормальные люди на Западе придумали ВИН-код, выводить на стекло, чтобы было удобно. Они идут и сверяют, и все, никаких капотов, ничего. То есть что, ну, допускать их себе в салон не надо. Водители не обязаны выходить из своего автомобиля, чтобы даже для проверки номеров вузлов и радио. То есть, если вы уже не хотите долго заморочить с инспектором, ну, у вас нет ВИН-кода под стеклом, потяните рычажок. Вы надали ему доступ. И сидите, ждите, чтобы он открывает. Он открывает, вы имеете право скаргу написать, потому что он до вашего машина уже зашел. А Кобра у нас именно те, которые в ВИН-кодах подъезжают. Не, ну, он же приезжает, и по всем делам он открывает капот, измеряет. Как они открывают? Это вы первым делом, когда приезжает Кобра, открываете капот. Они такое же подразделение. Они действуют по той же книге. Они подчиняются тому же закону милиции, как и все остальные. Они приехали, они точно так же могут остановить вас, опять же, причинно, за нарушение. И действовать по той же процедуре, что обычный инспектор ГАИС села. Все. Ничем остальным они не отличаются. Такое дело, что на вас психологически действуют кожаная куртка и белые рубашки. Бояться не надо их. То есть, пожалуйста, общайтесь уверенно с ними. Спрашивайте их, задалбывайте их какими-то грамотными вопросами. Они более-менее компетентны на сегодняшний день. На любое видеоустройство фиксируйте все, что происходит. Это единственная возможность сегодня оставаться в правом поле. Удерживать сотрудников милиции от беззаконниц. Если куча нарушений от сотрудника милиции, он не показывает удостоверение. Значит, это что? Это не инспектор ГАИС. Если он вам якось пырыжка джая, там под колеса прыгает, что? Мы вызываем 102. Если вы видите, что инспектор действует незаконно, и вы в этом 100% уверены, не только 100%, звоните 02, пытайтесь поменять ситуацию, переломите ее, снимайте, заблокируйтесь машиной, не выходите из авто. Это единственный способ оставаться в права на месте. Другого способа не существует, все остальные незаконны, уезжать не надо.